Лакуны парадигмы реляционного дискурса интериоризируют ипохондрический императив аффективной нагрузки конвергентного стробизма, сублимируя фрустрации концептуального стендинга и субстантивируя квинтэссенцию перверсивного индикатива темпорального антифразиса, модуса обсессивной монады. Здравствуйте! В этом видео мы поговорим о работе Жана Бодрияра «Система вещей». Я читал ее вот в таком современном издании под маркой фигуры философии. Жан Бодрияр, который жил с 1929 по 2007 год французский философ-постмодернист. Культуролог, социолог, писатель и публицист – одна из крупнейших фигур гуманитарной науки второй половины 20 века. «Система вещей» впервые опубликована в 1968 году. Это одна из первых работ Бодрияра, которая наметила всю дальнейшую проблематику его творчества. Она представляет собой развернутую критику общества потребления. Автор рассматривает общество потребления с философской, социологической, экономической и культурной точек зрения. Он критикует общество потребления и выявляет его характерные черты. Акцентирует внимание на том влиянии, при котором пассивное изобилие общества потребления превращается в активный фактор общественного сознания и человеческих взаимоотношений. Книга адресована читателям, интересующимся современными социальными процессами, осмыслением этих социальных процессов. Книга, несмотря на то, что она вышла в конце 60-х годов, спустя более чем полвека продолжает оставаться актуальной. Система вещей представлена в четырех частях, каждая из которых обозначена первыми буквами латинского алфавита A, B, C, D. В части А автор рассматривает функциональную систему или дискурс объекта. В этой части рассматриваются структуры расстановки и среды, природность и функциональность. Это такое своеобразное введение в тему, которую автор далее развивает на страницах своей книги. В части B автор рассматривает нефункциональную систему или дискурс субъекта. В авторе в главе рассматриваются такие понятия, как маргинальная вещь и маргинальная система. Большое внимание уделено коллекциям, книг, автомобилей и тому подобное. И через коллекцию рассматривается взаимоотношения человека, вещей и общества. Бодрияр говорит, что если, допустим, есть коллекция книг и в этой коллекции не хватает всего лишь одной книги, то сам коллекционер как бы замыкает коллекцию на себя и становится частью этой коллекции. Но в тот момент, когда этот коллекционер находит недостающий экземпляр, он как бы выпадает из этой коллекции и становится рядом с ней, переставая быть ее частью. В части C системы вещей автор рассматривает мета и диск функциональные системы. В главе обсуждаются гаджеты и роботы. Автор в части C рассматривает поля коннотации вещей и идеологические значения вещей, в том числе автоматику, функциональные отклонения и псевдо-функциональность. Часть D посвящена социо-идеологической системе вещей и потребления, в которой в этой главе автор подробно освещает модели и серии. Рассматривая модель как предтечу серии, а маргинальные дополнения серийных вещей как способ одного человека отличаться от другого. Автор рассматривает кредит как способ получить какую-либо вещь, не заплатив за нее своим трудом. Если раньше человек вначале трудился, зарабатывал деньги, а потом покупал нужную ему вещь и человек соизмерял количество своего труда, который он затратил, с той вещью, с функциональностью той вещи, которую он хочет приобрести. То сейчас с появлением кредита, человек вначале покупает вещь, чаще для того, чтобы выделиться из ряда других людей, чем из-за того, что его привлекла функциональность какой-либо вещи. Также в этой главе Бадрияр касается темы рекламы, в которой он видит способ донесения до человека причины, по которой тот должен купить ту или иную вещь, а также для создания определенной среды, в которой покупка той или иной вещи оправдывается человеком. И с человека снимается как бы грех покупки этой вещи, потому что об этой вещи очень красочно было расписано в рекламе. Сама реклама, как таковая, перестает информировать о технических достоинствах вещи, о ее функциональности. И реклама переходит в разряд, как говорит Бадрияр подарка, дара. Реклама предоставляется. Бадрияр отмечает, что есть только лишь один код значений в системе вещь реклама. И этот код всякий раз недобросовестный и непрозрачный. В заключении к системе вещей Бадрияр стремится дать определение понятию потребления. Он дает его как с точки зрения того, чем потребление является, так и с обратной точки зрения от противного. То есть говорит о том, чем потребление не является. Тем самым давая вдумчивому читателю возможность самому для себя решить, какой ответ будет на этот вопрос. Что же такое потребление? В конце видео я хотел бы вам показать некоторые страницы из этой книги. Книга напечатана на достаточно хорошей бумаге. Это белая бумага с достаточно крупным текстом. В книге всего 256 страниц. Что меня порадовало как знатока математики, потому что 256 это 2 в 8 степени. Книга оформлена, обложка с белым фоном, а задник с белым фоном и такая вроде как крышка от сковородки или кастрюлька с двумя ручками. То есть как бы намек на то, что в книге пойдет речь о вещах. Содержание представлено на одной странице. Было бы странным, если бы содержание было на большем количестве страниц для такой маленькой, небольшой скажем так, книги. Что меня порадовало в самой книге это то, что автор с одной стороны он использует достаточно богатый философско-терминологический аппарат. Часть слов вы слышали в самом начале этого видео, а с другой стороны не слишком сильно засыпает читателя этими философскими терминами и в какой-то в какие-то моменты он переходит на простой обиходный язык. Что дает возможность людям незнакомыми с философской терминологией проще понимать то, что пишет автор. Однако, для более полного понимания книги я в комментариях к этому видео оставлю ссылку на файл, а сам файл положу на какой-то файлообменник, например, Яндекс Диск или Гугл Докс, в котором я собрал эти философские термины, которые я кропотливо выбирал в процессе чтения. Это не исчерпывающий философский словарь. Я думаю, что все-таки я упустил некоторые философские термины по причине того, что либо они для меня были прозрачными и я их свободно понимаю, либо из-за того, что глаз замылился при чтении. Или же отрывок, в котором встречается философский термин, который я не выписал, был настолько интересным, что мне было не до выписывания. Но все-таки, я думаю, для тех, кто будет читать эту книгу в первый раз, такой философский словарь послужит хорошую службу. Этим видеоотзывом я открываю серию видеоотзывов на книги Жана Бодрияра. Четыре или пять видео будет посвящено этим книгам. А поскольку эти книги достаточно тяжелы для прочтения, например, эту книгу я читал полторы недели, что достаточно долго для такой сравнительно небольшой книги. Поэтому, видимо, теперь видеообзоры книг будут выходить два раза в месяц, а может быть и реже. Поскольку для меня важно разобраться с понятийным аппаратом, который представляет Жан Бодрияр, соотнести это со своим жизненным опытом, чтобы дать вам хорошие отзывы на эти труды. Спасибо, что досмотрели это видео до конца. Это был отзыв и краткий обзор и мои впечатления на книгу Жана Бодрияра «Система вещей». Полезная книга для тех, кто хочет разбираться в современном обществе. Благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, поставьте колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео. Если вам понравилось это видео, то поделитесь им в ваших социальных сетях. Отправьте его по WhatsApp. На Засим я с вами прощаюсь. Желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.